Продолжение следует... Матерь Божия здесь сама смотрит за нами, сама хранит. Богородичные иконы на протяжении тысячелетий оказывались в центре самых важных событий истории нашей страны. Французы увидели на небе лик небесной Мадонны, который рукой указывал им на запад. Откуда пришли, туда и возвращайтесь. Обычные люди становились свидетелями чудес в своей личной жизни и обращались к Богу. Моя хорошая, это Богородица, которая тебя спасала, ты моя зая. Это действительно случилось чудо, ну просто неописуемое чудо. Как Божья Матерь действует в нашей жизни сегодня? Она помогает всем, кто к ней обращается с верою, с надеждой. История икон и истории людей в документальном проекте «Лики Богородицы». Люди всегда жаждали и жаждут исцеления чудес, между тем все подлинное свершается незримо для глаз. Семь лет назад российский актер Анатолий Гущин и предположить не мог, что его жизнь кардинально изменится. Что он, городской житель, переедет в деревню и построит собственный дом. Что станет кататься на лыжах, ездить на велосипеде и пить свежезаваренный чай на травах. Что нам земля русская дает, вот я собираю, тут у меня ромашечку я, собираю ее, нарезаю, подсушиваю и в чай. Еще вот я собираю ван-чай, ферментирую сам лично, все в поля иду, все делаю, целые процессы. Там у меня еще душица, у меня тысячелистник, у меня там липовый цвет. Ну, в общем, все одно здоровье. Изменения коснулись и духовных сфер жизни. Ибо в утешение и спасение даруешь ему милость свою через многоименуемые чудотворные иконы твоя. Их же яко звезды небесные по всей земли нашей зрим. Утренняя и вечерняя молитва, подготовка к причастию, все происходит вот у меня именно здесь. Вот эта икона у меня, она из Вифлеема. Тут вроде как Господь в трех апостасях. Бог Сын, Бог Отец и Дух Святый. Здесь вот образ Пресвятой Богородицы Вифлеемская. Здесь умиление есть. И у меня небольшая такая вот здесь вот, неупиваемая чаша моя любимая. Эту икону Анатолий купил в подмосковном Серпухове, в Исоцком мужском монастыре. К ней обращаются люди, чтобы избавиться от недуга пьянства. Алкоголь у многих людей занимает первое место в жизни. Они не понимают, когда они попадают в эти сети лукавого. И выбраться из них порой невозможно. Именно таким всего несколько лет назад был и сам Анатолий. Он не представлял свою жизнь без спиртного и не видел никакой проблемы в ежедневном его употреблении. Ты тут выпил вроде? Да нет, все, я контролирую ситуацию, все нормально. Нет, пожалуйста, вот видите, я проснулся утром, еду на работу, все, снимаюсь. Вечером спектакль, играю, все нормально. После спектакля опять пум, после смены там съемочной. Раз, надо в парк куда-нибудь зайти. А, пойдем зайдем, в Писярику. Там Писярик, тут Писярик, пум. Так, совершенно незаметно, за годы употребления сформировалась зависимость. А привычная жизнь начала рушиться. Анатолий стал ссориться с друзьями, разошелся с женой. Да и работы стало заметно меньше. В какой-то момент мы там с друзьями, ну, поехали в Оптину пустынь, поехали причащаться, исповедоваться. Домой едем, говорю, ну, давайте, вот пока пост, поездим там к монастырям, посмотрим святыни, помолимся, там, причащаемся. Я думаю, ну, куда нам ехать, в интернете забивая, в монастыри Подмосковья, и мне первый выпадает Серпухов-Усоцкий монастырь, и вот поехали. Я не знал про этот монастырь ничего, мне его Господь показал. Ну, вот мы и приехали в Высоцкий монастырь, в город Серпухов, Высоцкий мужской, Ставропегиальный монастырь. История Высоцкого монастыря началась в 1374 году, когда удельник князь Владимир Храбрый, двоюродный брат Дмитрия Донского, захотел построить в своей вотчине обитель. Он обратился с просьбой к своему духовному отцу, преподобному Сергию Радонежскому. Он просит преподобного, чтобы он пришел сюда, на Серпуховскую землю, и здесь, помолившись, указал место, которое было бы Богу угодно для создания монастыря. По приглашению князя преподобный Сергий со своим учеником Афанасием, который впоследствии стал первым настоятелем монастыря, пешком дошли до Серпухова и, помолившись, установили крест на месте будущей обители. В 1380 году происходит важное событие для нашего народа – это Куликовская битва. В этой битве участвует наш князь Владимир Андреевич. Ему Дмитрий Донской доверяет команду незасадным или запасным полком, которые вносят перелом в Куликовскую битву. В память о Великой Победе Владимир Храбрый велел заложить на территории монастыря Белокаменный собор в честь зачатия святой праведной Анной, Пресвятой Богородицы. А уже через год митрополит Московский и всея Руси Киприан в сослужении с преподобным Сергием Радонежским осветили престол. На протяжении столетий монашеская жизнь в Высоцком не прерывалась. Лишь с приходом советской власти обитель закрыли. С 1931 года по 1991 год на территории монастыря располагаются и государственные какие-то учреждения. Храмы и корпуса используют потлотские помещения. Когда в 1991 году монастырь в церковь вернули, находился он, конечно, в очень плачевом состоянии. То есть все храмы были разорены. Прошло уже 30 лет. Со дня возрождения, милостью Божьей, трудами людей сделано много. Храмы все восстановлены, престолы освящены и богослужения здесь совершаются ежедневно. Я сюда приехал первый раз в 2014 году. Это был, наверное, март месяц. Про неупиваемую чашу я знал, что она помогает. Я снимался в Ярославной. И там есть храм, именно иконы неупиваемой чаши. Я туда ходил. А про Высоцкий монастырь я не знал. Начал читать, чем известно. А оказывается, неупиваемая чаша. Явление иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» произошло в 1878 году. В Тульской губернии жил отставной солдат, который из-за пьянства погряз в болезнях и в нищете. И даже когда ноги перестали держать, он не бросил пить. И в это время этому человеку является святой, который подвязался здесь, на Серпуховской земле. Звали его преподобный Варлам. Преподобный Варлам является этому человеку и говорит о том, что Матерь Божия благословляет тебя идти в город Серпухов и там найти ее образ, который называется «Неупиваемая чаша». И по молитвам перед этим образом ты получишь исцеление от своих недуг. Больной, нищий человек отмахнулся. «Да как я дойду, коли ноги не ходят?» Но сон повторился дважды, и тогда солдат на коленях пополз в Серпухов. Нашел владычный монастырь, который указал во сне схимник. Вот только в обители не слышали об иконе с таким названием. И вдруг кто-то вспомнил, что в проходе из соборного храма в Ризницу висит образ с изображением чаши. Перевернув его, все увидели надпись «Неупиваемая чаша». Новообретенный образ был перенесен в храм, перед ним совершили молебен, и сразу после этого хворь покинула солдата. И уже ушел оттуда на своих ногах, здоровым и непьющим. Естественно, раз человек исцелился, то другие люди тоже пошли к ней. И в XIX веке она действительно очень прославилась. С ней ходили крестными ходами, между монастырями, там несколько монастырей. Икона Божьей Матери «Неупиваемая чаша» относится к иконографическому типу оранта, молящаяся. Только богомладенец написан стоящим в чаше, которая напоминает нам о таинстве Евхаристии. В основе любой иконы лежит текст. Икона – это попытка изобразительными средствами показать внутреннее, сокровенное текстов, которые не сразу и помешразумом. На иконе становится как раз то, что ускользает от нас, от мысленного взора, становится очевидным. Все невидимое становится видимым. В православной традиции Богоматерь называют «живоносный источник» или «источник жизни», ибо от нее родился Христос – путь, истина и жизнь. Зримым выражением этих смыслов стала икона «живоносный источник», у которой своя, очень давняя история. В IV веке, а может даже и раньше, была такая роща около Константинополя. Называлась она «Честь Божьей Матери». Но прошли десятилетия, и эта роща заросла самыми разнообразными деревьями, кустарниками. Зарос также и источник, который там уже был. Вот уже в начале V века так случилось, что один из византийских воинов, он встретил в этой роще слепца, который там просто заплутал. Вывел его на тропинку, посадил под синистое дерево, а сам пошел поискать воды, чтобы напоить, потому что слепец жаждал. И вдруг воин услышал женский голос, который указал место источника и велел не только взять оттуда воды, чтобы напоить слепца, но и тины, чтобы наложить ему на глаза. По преданию, этот слепой уже самостоятельно пошел в Константинополь, потому что прозрел. Очень немаловажная деталь. Матерь Божья предсказала этому воину, что он когда-то будет императором. И действительно так вышло, что он стал императором Византии. Вспомнив как раз об этом источнике, он расчистил это место, построил там сначала каменный круг вокруг этого источника, а уже над ним построил храм и назвал его «Живоносный источник». Именно с этими событиями и связывают появление образа Божьей Матери «Живоносный источник». Вода, как местилище благодати Божьей, обильно изливается вот как раз на тот бассейн, который соорудил вот этот воин Лев Маркел. И люди с распростертыми объятиями, там, с необыкновенными даже позами, ну, вероятно, от боли, люди подходят, вот я хочу подчеркнуть, не для излечения, а для исцеления. Разница в том, что исцеление – это приведение в целостное состояние. На Руси наиболее известным чудотворным списком считается ныне утраченная икона из Саровской пустыни, которую очень почитал преподобный Серафим Саровский. Но храмы во славу этого удивительного образа возводились по всей стране. Один из них был построен еще в начале XVII века в селе, которое теперь известно как Царицыно. И сегодня в нем находится икона «Живоносный источник», написанная известным русским мастером Александром Соколовым. Он один из тех, кто, можно сказать, возрождал иконописную традицию в 80-х, 90-х годах, вот в начале 2000-х. Он начал в начале 80-х, он этим человеком, который просто закончил художественную школу, потом институт, и немножко поработал в центре Грабаря реставратором. И увидев, наверное, вот эту вот кропотливую работу реставраторов, решил стать иконописцем. И много расписал храмов, и много создал интересных образов. Один из них – как раз живоносный источник для одноименного храма в Царицыне. Новация как раз Александра Соколова в том, что ангелы, которые стоят на облаках, они написаны с орлиными головами, которые как раз говорят о стремительности и зоркости. У него вообще была такая натура достаточно свободного художника. И вот я как раз этот у Александра Соколова ценю, что он мог внутри канона написать очень свободно. Ну, он был настоящий творец. Создавая списки икон, Александр Соколов следовал совету духовника. Делай свое дело так, чтобы душа пела, потому что если она поет у тебя, потом будет петь у всех. И у него очень теплые иконы, вот знаете, очень теплые, перед которыми очень хочется молиться. Может, поэтому икона «Неупиваемая чаша» так привлекает людей, потому что в ней есть тепло. Икону «Неупиваемая чаша», которая находится в Высоцком монастыре в подмосковном Серпухове, Александр Соколов написал в 1993 году в возрасте 33 лет. Перед мастером стояла задача воссоздать образ, чей оригинал был утрачен. Лик последний раз видели еще до революции в Никольском соборе Серпухова. Когда в 20-х годах прошлого столетия храм был закрыт, то по свидетельству современников, очевидцев, иконы, аналоги, все деревянное убранство было вынесено на берег реки Нары и там сожжено. Погибла ли тогда икона «Неупиваемая чаша», доподлинно нам неизвестно. Но, возможно, она еще где-то хранится. Икона, которая находится в нашем монастыре, она написана уже для нашего Высоцкого монастыря в 90-х годах прошлого века после возобновления монашеской жизни здесь. Буквально в первые же недели икону он принял народ и просто повалил народ. Стали происходить чудеса и стали делать копии, списки с нее. Она широко разошлась. И сейчас, если, например, у любого человека спросить, знаете ли вы эту икону, все, конечно, ее знают. Я считаю, просто уверена, что никто не скажет, что она икона новая. Все скажут, что это древняя, она всегда там стояла. В 90-е годы в России спасение в молитвах искали не только страдающие наркоманией и пьянством. Люди, очнувшиеся от советского безбожья, тоже пошли в храмы к чудотворным иконам. Люди всегда жаждали и жаждут исцеления чудес. Между тем, все подлинное свершается незримо для глаз. В нашем языке есть обиходные выражения. Меня исцелила икона. Но человек, конечно, имеет в виду не самый материал иконы, не краски, не доски, а причистую деву, образ которой сияет в иконе. Так что честь, воздаваемая образу, непосредственно восходит к Царице Небесной. Икона есть в местилище божественной благодати. Это окно в вечность. Редко кто из наших современников, ходящих в Божий храм, не слышал этого слова «всецарица». Так именуется чудотворный образ Богородицы, хранящийся на Афоне в Отапецком монастыре. А тысячи списков первого оригинала разошлись по всему миру и, в частности, в России. Сегодня эта икона богата, украшенная любовью прихожан и гостей нашей обители. Каждое воскресенье привлекают сотни молящихся, потому что через нее Пресвятая Дева изливает благодатную помощь всем болящим, а особенно страждущим от онкологических заболеваний. Отец Артемий Владимиров и сам один из тех, кто молился об исцелении у иконы Божьей Матери Всецарица, когда врачи заподозрили у него онкологическое заболевание. И я, как маленький человечек, конечно, всем сердцем и всей душой обращался к Богородице. Велико было мое благодарение, когда после повторного просвечивания МРТ врач, который меня вел после тщательного исследования, развел руками и сказал, я не романтик, но очевидно, что диагноз снят. Я до сих пор ежедневно обращаюсь к Богородице с благодарением не только за себя, но и за многих-многих ближних и дальних, кто свидетельствует о том, что Богородице нас видит и слышит, и своим беющим перстом прикасается к сердцу, которое просит Господа Бога о помощи ради служения Создателю и людям. История иконы Всецарица, по-гречески Пантанаса, началась в XVII веке в Ватопецком монастыре на Афоне. И первым чудом было вразумление молодого человека, который занимался магией и пришел в обитель, чтобы проверить свою силу на святых образах. Когда он что-то бормотал перед иконой Всецарицы, лик Богоматери блеснул подобно молнии, и какая-то невидимая сила отбросила юношу на землю. Это чудотворное вмешательство преснодевы убедило его изменить жизнь и стать благочестивым. В 90-х годах один из благочестивых русских паломников на Афон, тогда еще иродиакон Лука, заказал для столицы, для Москвы, список сватопецкого оригинала Всецарицы. И поручил это дело русскому иконописцу Владимиру, уже почившему так же и принявшему постриг на Афоне. На лике изображена Богородица в багряном одеянии, восседающей на царском троне. На ее руках младенец Христос со свитком в левой руке и с благословляющей десницей. Богородица своей правой рукой указывает на Сына, как на Спасителя всех людей. На заднем плане два ангела, которые с благоговением осеняют крылами Пречистую Деву. С этим небольшим образом композиция, конечно, Всецарицы узнается всегда, но тем не менее икона едва напоминает оригинал. Она была принесена в Москву и ради окон Лука, насколько я помню. Первым делом эту икону принес детское гематологическое отделение на Каширку, где Рольд дал небольшие иконочки в Сыцарице. И там же дети приложились к списку, о котором я рассказываю. Именно оттуда появились первые отзывы о чудотворном действии иконы. Объехав несколько больниц, список Всецарицы попал в храм всех святых Алексеевского монастыря. А отец Артемий написал для чтимой иконы акафист. Не существовало тогда акафиста на русском языке. Греческий оригинал, как явствовало из-под строчника, мало подходил для сердца русскоязычного человека. И с Божьей помощью мне удалось, готовясь к встрече Всецарицы, которая в памятный вечер была торжественно внесена в середине 90-х годов в наш храм, уже подготовить первоначальный текст, впоследствии много редактировавшийся. «Прославися, дивно святая икона твоя Всецарица именуемая, егда цельбоносно явися Богоматери изображение, вопиющем же пред нею с верою исцеление подаеши, да умножаются песни сицевые». Акафист разошелся среди верующих очень быстро. И по сей день, как и почти 30 лет назад, люди приезжают со всех концов страны, чтобы вместе помолиться Всецарице. Немало свидетельств приходит, приходило, и наверняка еще будет приходить, касающихся замечательных случаев помощи, которые получали и получают те, кто молится пред иконой Всецарицы. И мы собираем эти свидетельства, тщательно их обрабатываем, проверяем их достоверность и издаем вот такие книжечки Всецарица, летопись исцелений и случай благодатной помощи. Болезнь – это не отклонение, болезнь – это следствие зачастую каких-то злоупотреблений. И неумение пользоваться дарами божьими. Ведь не секрет, что на многие хвори, как мы об этом говорим, является следствием отклонения человеческой души от закона правды и любви. Говорят, это святые отцы, это где-то вот я у святых отцов, то ли у Яна Златоуста это и прочитал. Дверца нашей души, она имеет ручку только с внутренней стороны. Либо мы ее закроем и никого сюда не пустим, либо мы ее вот так вот распахнем и впустим в себя Господа, чтобы Он наполнил все наше существо. Когда Анатолий Гущин впервые оказался у иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша», он вдруг вмиг осознал свою зависимость, существование которой мозг так старательно отвергал. Я со всей своей верой, которая тогда во мне была, вот со всей искренностью, со всей... Сколько у меня было желания, да, вот Богородица, Господи, помогите мне, заберите у меня, невозможно, ну, жить хочется. Хочется жить, а не вот это вот все время, вот, чтобы... Главное желание и вот просьба, просьба помочь, помощь. Помощь пришла, но вовсе не одномоментно. По мере того, как Анатолий молился дома, ездил на службу в Высоцкий монастырь, зависимость отступала. Впрочем, и падения тоже были, но держаться помогала вера в то, что он на правильном пути. Случаев исцеления, чудесных таких исцелений по молитвам перед этим образом очень много. Различный путь людей к исцелению. Кому-то приходится долго трудиться, напряженно молиться. Вот бывает, конечно, человек срывается, вот, падает, ну, кается, встает. Кому-то подаются такие, вот именно чудесные исцеления. Я думаю, что это все-таки Господь подает человеку то, что ему полезно. Обретя Бога, Анатолий Гущин не только излечился, он исцелился, изменился сам. А вслед за этим изменилась и его жизнь. Снова появилась работа, вернулась жена, родилась доченька. Вот сейчас мою жизнь наполняют абсолютно верующие люди, не пьющие, зачастую не курящие сигареты. И у нас такая, у меня есть даже у нас там группу сделали, она у нас называется очень просто, одним словом, братья. И вот мы все друг другу братья во Христе. И вот такой путь, и вот так вот Господь управил. Слава Богу, Пресвятая Богородица, вот они вот, заступники, вот они берегут нас, когда мы хотим искренне изменить себя, хотим поменять свою жизнь, хотим расставить правильные жизненные приоритеты, тогда и все, Господь помогает во всем. преподобный Серафим сказал, сейте, сейте, а там может что-то и взойдет. Поэтому Господь сеет, а конечно уже человеческая воля, да, как мы этим воспользуемся, этим семенем, да, вот будет ли у нас вера, либо же мы просто как из больницы уйдем просто, и забудем все, что здесь происходило. Вот люди приезжают, с кем это чудо произошло, изменение жизни, вот тут есть из Калининграда, из Нижневартовского района, из Рязанской области, из Кливленда есть, из США, Тамбов, Владивосток, Африка, Азия, Япония, Америка, везде, везде люди приезжают, ищут спасения, от недугов, молятся за мужей, за детей, за сестер, за братьев, за своих, за отцов. Огромная благодарность братьев и работникам монастыря за теплое и доброе отношение к нам грешным. Чудо избавления от пагубной привычки пьянства происходит с каждым, с каждым, кто притекает к чудотворному образу Пресвятой Богородицы и именуемой неупиваемая чаша с верой и надеждой. Пусть Господь бережет вас и ваших близких и родных. Спаси Господь, Пресвятая Богородица, спаси нас, грешник Анатолий. Современное поколение христиан ничем не отличается от поколения князя Владимира и его потомков. Мы призваны правильно, веруя во Христа воскресшего, проявлять эту веру в любви к Богу. А любовь ко Господу проявляется всего прежде в обращенности к Создателю. Мы не одиноки в этом мире. Господь нас видит и слышит. И поэтому ходить пред Его лицом, доверять Ему души прекрасные порывы, держать в руках невидимую золотую ниточку молитвы, вот так уповина, которая соединяет душу с Богом и делает душу живой. Субтитры создавал DimaTorzok